В Алматинском горкоме лояльных аккорде коммунистов от начала осеннего политического марафона кажется не ждут ничего выдающегося. Застой общественно-политических отношений здесь характеризуют как стабильность. Значит и разговоры, например, о распуске парламента не имеют под собой оснований. Конкретных оснований политических, идеологической стороны оснований в государстве нет. Стабильность, оппозиция работает, все работают, нормально все идет, правительство выполняет свои обязанности. Между тем о причинах, признаках и основаниях уже писалось и говорилось неоднократно. Движение на партийном поле, слияние и размежевание, крайне непопулярная пенсионная реформа. Президент вернул документ на доработку. Сами депутаты отправящей партии ссылаются даже не на открытие сессии, а на октябрьский съезд Нур-Отан, где, скорее всего, и будут озвучены векторы. Чаще всего распускается мажилищ парламента. Я думаю, что на съезде будут проговариваться многие моменты, которые, возможно, если внесут какое-то изменение в политическую систему нашей страны, то тогда это возможно. Свой политический прогноз на среднесрочную перспективу озвучил и политик от демократических сил Булат Абилов. Ситуация будет меняться к 2016 году, в конце 2015-го, в начале 2016-го, когда должны пройти очередные выборы президента. Вот тогда будет возможный господиспарламент. Глава группы оценки рисков, политолог Досим Садбаев считает, что ожидания всегда слишком завышены, потому что неправильно расставлены политические акценты. Роспуск парламента в Казахстане стал уже такой некой забавой. А корды? Многие сейчас задаются вопросом не по поводу того, будет ли роспуск парламента, а по поводу того, что в целом нужно делать с парламентом, независимо от того, каким он будет. Тезис о том, что казахстанскую политическую систему нужно трансформировать в президентскую парламентскую хотя бы, а потом в парламентскую, он очень актуален. И нужно именно этим заниматься. Чтобы почувствовать, будет ли жаркая политическая осень в Казахстане, остается дождаться 2 сентября. В этот день состоится открытие третьей сессии пятого созыва парламента. По традиции ее откроет президент.